УАЗы, экскаваторы, тягачи, автокраны и прочее. Всего 125 единиц транспортной спецтехники для службы на границе. Помощь пришла в рамках ЕС. Пока родители ищут в миграции лучшей доли, их детей убивают, спасти брошенных малышей. Такую миссию возложат на специальный департамент по защите детей. Заграничные вакансии почти закрыты. Президент сегодня утвердил в должности послов Кыргызстана в США, России, Китае и Корее. Плевать, станет дешевле. Штрафы снизятся до 1000 сомов. Тонировку авто вернут под контроль дорожной инспекции, а приговоренные к общественным работам будут чистить арыки. Продолжение следует... Сегодня глава государства встретился с детьми, потерявшими своих самых близких людей в результате падения самолета на село Дача-Су. Сурнбай Джейнбеков еще раз выразил соболезнования и отметил, что этот день остался в памяти кыргызстанцев как один из самых трагических, когда страна лишилась в одночасье многих своих граждан. На встречу с президентом приглашенные ребята пришли в сопровождении родственников. Среди них Джакшилы Кширалиев, Султан Абакиров, Эляим Раимкулова, Мерлан Нурлан Улу, Эрлан Шашинбеков и Сайкал Карбаева. Этот день в истории Кыргызстана остался как один из самых тяжелых, трагичных дней. Мы лишились наших соотечественников, невинных детей. От имени народа Кыргызстана и от своего имени еще раз выражаю вам глубокие соболезнования. Пусть у детей, потерявших своих близких и родных, будет крепкое здоровье и долгая счастливая жизнь. Защита границ республики значит безопасность всего Союза. Кыргызстан получил 125 единиц инженерной и автомобильной техники для защиты границ ЕС. Помощь эта пришла от Российской Федерации. Сегодня доставленный в страну транспорт, который будет передан для использования на погранзаставах, осмотрел президент страны. Это второй этап помощи в рамках сотрудничества Альянса. Ранее на границе нашего государства были оборудованы пункты досмотра. На погранзаставах отстроены новые комплексы для несения службы солдатами. Теперь туда направят новые машины и спецтехнику. Впереди, как говорят пограничники, еще предстоит третий этап оказания помощи, в рамках которого наши охранники рубежей получат спецсредства для охраны границ. Подробности в нашем следующем сюжете. Тягачи, экскаваторы, автокраны, машины для санитарных служб, устройства для бурения и машины для перевозки личного состава. Всего 125 единиц техники получил сегодня Кыргызстан для обеспечения охраны рубежей ЕС. По словам дипломатов, граница Кыргызстана сегодня не просто рубеж страны. Это рубеж всего Альянса. Поэтому защите нашей границы уделено особое внимание. После вступления Кыргызстан в Евразийский экономический союз, Российская Федерация начала осуществлять программу финансовой и технической помощи в республике по укреплению внешней границы Евразийского экономического союза. То есть Кыргызстан вступила в ЕС и ее граница с Китайской народной республикой, с Таджикистаном, с Узбекистаном стала внешней границей этого союза. Сегодня мы завершаем передачу техники для государственной пограничной службы Кыргызстан, которая будет использована для оборудования вот этого участка технического. Сколько средств затрачено на обеспечение наших пограничников, держится в тайне. Однако известно, что это уже не первая техническая помощь нашему государству. Сегодня осмотреть полученную от России технику и поблагодарить российскую сторону приехал президент страны. Главе государства рассказали о технических характеристиках полученных машин и о том, как их будут распределять среди застав. По словам пограничников, ранее с целью улучшения защиты рубежей Кыргызстана и, соответственно, Евразийского экономического союза, наша страна уже получила помощь от России в оснащении инфраструктуры границы. Теперь поступили транспортные средства. Впереди еще один этап оказания помощи. Было определено три этапа. Первый этап – это строительство комплексов пограничных застав для обеспечения нормальных жизнедеятельностей, быта для личного состава. Вторым этапом, как вы видите, это приемка автотехники. И данная автотехника была изложена из того, что с учетом климатических условий Кыргызстана, местности, географическое расположение, то есть отдаленные горные участки, труднопроходимые дороги. В связи с тем, все автотехники, которые сегодня представлены, это высокопроходимая автотехника является. Также учитывали комфорт для личного состава, чтобы в холодное время года, когда температура воздуха очень низкая, чтобы им было тепло. Каждая автомобильная техника для природной жизнедеятельности оборудована обогревателями. Но есть еще, как я сказал, третий этап. По третьему этапу это будет уже оборудование двойного назначения, оно предназначено для охраны границы, то есть технические средства охраны границы с учетом современных требований. По словам пограничников, с учетом уже имеющихся технических средств, теперь наша государственная граница полностью оснащена. Техники, которые получены от России, достаточно для обеспечения охраны рубежей Альянса. Мердзян Балыбаев, Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС. Работы надо ошибками не избежать. В правительстве признали, что практика уже стала выявлять коллизии в новых кодексах. В этой связи в правительстве сегодня сообщили о том, что многие статьи из новых сводов законов опять направят на доработку. В парламент поступило как минимум три документа. Один из них касается недоразумения с контролем за тонировкой. По словам главы МВД, эту функцию вновь вернут дорожные инспекции. Поправки грядут и в отношении любителей плеваться в общественных местах. Чиновники решили, что сумма штрафа изрядно завышена. Тем более, что аналогичное по сути нарушение, такое как курение, наказывается лишь тысячи сомов. Устранят законодательное недоразумение и с медицинскими освидетельствованиями пьяных водителей. За отказ ехать к наркологию их оштрафуют ровно настолько же, сколько составляют штраф за езду в нетрезвом состоянии. 17,5 тысяч. Анастасия Соборева продолжит. Штраф за плевки правительство решило пересмотреть. Сейчас это промонарушение входит в статью 71 Кодекса о нарушениях. Наряду с выбросом и сжиганием производственного и бытового мусора. Сумма взыскания единая – 5,5 тысяч сомов. По мнению чиновников, штрафы за курение в общественных местах и поливания должны быть равны. Так как эти действия имеют схожий характер, то есть тысяча сомов. Однако по этой статье и еще по другим 13 статьям Кодекса, которые отнесены к ведому органов местного самоуправления, по крайней мере в Бишкеке, пока штрафовать не могут. Нет комиссии по рассмотрению противоправных действий нарушителей. В других регионах их уже создали. Порядок он сейчас разрабатывается. В основном здесь, конечно, законы все ориентированы на видеофиксации нарушений. Здесь, я должен отметить, что кроме всего прочего, у нас, по-моему, если не ошибаюсь, закон о наружном видеонаблюдении, 16-й год, это я, если не ошибаюсь, у нас каждое кафе, каждый торговый центр и так далее, они должны быть, должны сами быть оборудованы системами наружного видеонаблюдения. Кодекс однозначно ждут изменения, заверили сегодня чиновники, не только по этой части. Сейчас в парламенте уже три законопроекта. Например, предполагается, что штрафы за непристегнутый ремень, как в черте города, так и за его пределами, будет равен 1000 сомов. Пока в Кодексе о правонарушениях эти расценки установлены на уровне 1000 сомов для города и на уровне 3000 вне населенных пунктов. В правительстве хотят изменить и статьи, регулирующие езду в нетрезвом виде. Мы считаем, что это неправильно. Почему? Потому что человек, заведомо зная, что он находится в пьяном состоянии, может отказаться от прохождения освидетельствования и заплатить 5,5 тысяч сомов и, так сказать, освободиться от ответственности. Мы эту норму, отказ от освидетельствования, мы штрафную санкцию подняли до 17,5 тысяч сомов. То есть сегодня, если пьяный человек попадается за рулем пьяного привождения автомашины, хоть он пройдет, хоть он откажется, он будет платить 17,5 тысяч сомов. По новому кодексу, если стекла автомобиля затонированы незаконно, водителя штрафуют на 3000 сомов. Но обязанность выявлять это нарушение вдруг перешла от инспекторов ГОБДД, сотрудника Министерства транспорта и дорог. Министерством транспорта, а также нами, водится изменение дополнения, новые кодексы, где управлены чему органам, по тонированным органам, что передали нам, естественно, деньги, так как действительно это должно работать. Многие статьи из уголовного кодекса перешли в кодекс о проступках, в особенности статьи, касающиеся преступлений, с нанесенным ущербом менее 10 тысяч сомов. В качестве наказания за такие деяния общественные работы, правда, пока не ясно, какие именно. Может, нарушители будут улицы подметать, может, рыки чистить. За незнащительную кражу, то есть до 10 сомов, предусмотрена теперь ответственность по кодексу о проступках. Оно считается проступком, и за него предусмотрен штраф, либо общественная работа. Смотря на личность обвиняемого суд, суд будет применять одно из двух наказаний, либо штраф, либо общественная работа. Необходимо ответить, что если человеку наложен штраф, если он в течение установленного срока не будет штраф, то он будет привлекаться, опять же, к углу на ответственности по статье 351 УК КР. И если не отработает? Если не отработает, то же так же. Отмечается, что если нарушитель не согласен с наложенным на него наказанием, то он может обратиться в суд. Возможно, и другие коллизии в обновленном законодательстве сейчас выявляет экспертная группа, созданная правительством. Анастасия Соболева, Диас Акимбаев, НТС. Избили и застрелили чуть ли не в собственном доме на глазах семьи. Житель села Махмудов в Ожской области сумел выжить, но до сих пор находится в тяжелом состоянии. Таким образом, банда молодых ребят якобы наказала его как должника. Подозреваемых задержали, а к делу приобщили и найденные орудия расправы. Арматуру, которой потерпевшего били, и обрез охотничьего ружья, из которого в него стреляли. Жители села давно живут в страхе, в ожидании очередного беспредела, который могут устроить хулиганы. А еще в Аше все чаще стреляют в честь праздников. У молодежи в южной столице, кажется, появилась новая мода. Под шофе, с целью продемонстрировать свою значимость, парни непременно достают пистолет и начинают палить из него. Очередная кампания, отпраздновав день рождения товарища, завершила посиделку стрельбой в воздух. Как выяснилось, случай произошел 10 января возле кафе «Изюм». И молодого человека с оружием в руках, по информации милиции, уже нашли. Правоохранители уверили, что в результате стрельбы никто не пострадал. 40-летний житель села Мирмахмутов на Укадского района Икрам Нышанов едва не погиб накануне от рук неизвестных ребят. Мужчину выволокли прямо из дома, на глазах детей и супруги. По данным милиции, после избиения в него выстрелили и оставили стекать кровью в поле. Через полтора часа в районную больницу поступил анонимный звонок. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У пациента серьезная травма головы, переломы кистей рук, а также огнестрельное ранение в области бедра. Пуля прошла насквозь. Мы вчера экстренно вызвали нейрохирурга из города Ош. Ему сделали операцию на голову, удалили гематому. На протяжении всего этого времени пациент не приходил в себя. Состояние тяжелое. Подозреваемых в нападении на мужчину задержали. Это трое односельчан, пострадавшего 22 и 23 лет. По словам арестованных, расправиться таким жестким образом они решили с мужчиной за то, что он якобы им задолжал 48 тысяч сомов. И несмотря на предупреждение, не возвращает. Родственники пострадавшего утверждают, что Икрам Нышанов никаких денег ни у кого не занимал. И за денег так не поступают. Его избили молодые ребята, в конец распоясавшиеся. У нас в селе появилась группа парней, для которых закон не писан, чинят беспредел. Все их выходки покрывают высокопоставленные чиновники. Два года назад 16 парней избили одного и тоже выбросили в поле. В результате он погиб. А сделали это за то, что он якобы стал встречаться с девушкой из нашего села. Тогда ни одного из них не посадили. Вот теперь и другие думают, что можно спокойно уйти от ответственности. По данному факту милиция возбудила уголовное дело. Сотрудники собрали все улики, в том числе и предметы, с помощью которых злоумышленники калечили свою жертву. Были обнаружены и изъяты две арматуры, а также охотничье ружье марки ИШ-17, 16-го калибра, укороченное, переделанное. Данный факт зарегистрирован в журнале регистрации Ноакадского ровода и возбуждено уголовное дело по статье 138 Уголовного кодекса. Ведется следствие. Похоже, с контролем за использованием оружия в Аше дела обстоят не очень. Стреляют все, кому не лень. Если одни учиняют разборки, другие просто ради развлечения. В соцсетях распространилось видео, где группа парней стреляют в небо из пистолета. Позже милиция выяснила, что таким образом ребята выражали восторг по случаю празднования дня рождения одного из товарищей. Пистолет оказался травматическим. По данному факту ведутся следственные мероприятия. Оно может быть подведено под статью 121 Административного кодекса. Но пока факт только зарегистрирован. И наказание, согласно статье, может быть в виде денежного штрафа от 40 до 50 тысяч сомов. Или привлечения к общественным работам. Травматический пистолет принадлежит сотруднику частного охранного агентства в Узгенском районе. Хозяин оружия на видео также присутствует. Правда, пистолетом балуется его друг. Своё поведение парни объяснили тем, что были пьяны. Следствие завершено. Материалы переданы в суд. Однако к первому же слушанию оказались не готовы ни обвинения, ни адвокат, ни даже судья. После чего рассмотрение дела Албека Ибраимова было решено перенести. Процесс будет проходить в Октябрьской районной инстанции. Экс-городначальника, напомним, обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Присвоение средств корпорации «Достан», главой правления которой он был в 2012 году. Ну а в его бытность мэром столицы в ГКНБ полагают некоторые участки муниципальной земли. Стали частными и обрели своих хозяев. Защита настаивает на своём. Заявляет о несостоятельности обвинения и нарушениях при организации судебного процесса. По словам адвоката Ибраимова, до сих пор непонятным является решение передать дело на рассмотрение именно в Октябрьский суд столицы. При том, что санкцию на арест, а также дальнейшие постановления о мере пресечения Ибраимова выдавали сперва в майской районной инстанции. По причине того, что материалы дела поступили ей лишь накануне, судья заявила о переносе слушания на 28 января. О том, что уголовное дело в отношении бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова поступило в Октябрьский районный суд, стало известно накануне. Рассматривать дело было назначено судья Кымбат Архарова. Едва заседание началось, она заявила, что ещё не ознакомилась с материалами уголовного дела. На основании чего разбирательства по существу дела были перенесены на 28 января. Обсудить удалось только организационные вопросы, по которым у стороны защиты возникли недовольства. Адвокат обвиняемого пожаловался на то, что зал заседания не оснащён необходимым образом для рассмотрения подобного резонансного дела. По словам адвокатов, окончательное обвинение бывшему столичному градоначальнику были предъявлены за месяц до завершения следствия в конце ноября. По статье «Мошенничество» следователи ГКНБ обвинили Албека Ибраимова в присвоении 270 тысяч долларов из средств транснациональной корпорации «Достан», председателем правления которой Ибраимов был в 2012 году. По статье «Коррупция» Ибраимов обвиняется в незаконном переводе двух участков муниципальной земли в частную собственность общей площадью в 5 гектаров. По версии ГКНБ, используя служебное положение, Ибраимов создал преступную схему, через которую муниципальные земли сначала оформлялись на подставных лиц, а потом перепродавались по более высокой цене. Кроме того, Албек Ибраимов обвиняется также в коррупции при строительстве школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Другим фигурантом по этому же факту проходит другой экс-мэр Бишкека Кубанышбек Кулматов. Еще одно обвинение связано с продажей пансионата «Солнечный берег», который был собственностью компании «Достан» при Ибраимове. Ущерб компании, по версии следствия, составил более 150 миллионов сомов. Тем не менее, задержание Ибраимова и ограничение его свободы, по мнению его адвоката, были незаконными. По обвинению, соответственно, там, как вы знаете, есть, я сразу скажу, абсурдное обвинение Ибраимова Албека Субербековича в том, что он совершил обман, работая в акционерном обществе «Достан». Там есть только положительные действия, от которого все получили только удовлетворение и доходы, соответственно, в том числе и государство. Напомним, за отставку Албека Ибраимова с поста мэра Бишкека 13 июля прошлого года проголосовали 40 депутатов Бишкекского Горкинеша. 19 июля сотрудники ГКНБ задержали Ибраимова в его загородном доме. По свидетельствам очевидцев, в задержании участвовало около 30 спецназовцев. По некоторым данным, все это делалось из-за того, что Албек Ибраимов, зная о своем скором задержании, говорил своим близким, что в случае ареста он намерен оказать вооруженное сопротивление. В тот же день в этом недоверии депутатов Горкинеша подписал премьер-министр Абалгазиев. Позже стало известно о том, что на правах частной собственности у бывшего мэра во владении более сотни гектаров земель сельскохозяйственного назначения и лес площадью более 10 гектаров. В то время как его родственники обладают 29 земельными участками, два из которых площадью в 7 140 квадратных метров каждый. При этом, согласно официальной декларации, ни у Албека Ибраимова, ни у его родственников нет никакого собственного жилья. Из всего имущества имеется лишь машина «Тойотеров-4». Радикальным силам не удастся дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране путем всевозможных провокаций. С таким заявлением выступили представители общественного объединения Мекенши Терри. Герои апрельской революции и родственники жертв народного восстания 2010 года призывают не поддаваться на всевозможные призывы в соцсетях выйти на митинг. Только миром и тотальной борьбой с коррупцией можно добиться сегодня развития нашей республики, заявляют в объединении. Там уверены, распространяемые в интернете сообщения о якобы готовящихся народных недовольствах – дело рук радикальных течений. В своем обращении апрельевцы убедительно просят население не поддаваться на провокации и не реагировать на всевозможные сообщения, подстрекающие конфликту в обществе. Возникают разные недовольства в обществе. Один из них – это призыв против граждан-китайцев. Такие призывы активно обсуждаются в социальных сетях. Также известно, что проводится агитация граждан участвовать в митинге 17 января текущего года. Мы считаем, что такой путь решения данной проблемы неправильным. Так как за такими акциями стоят радикальные политические группы и силы, их основная цель – не благополучие нашего государства, а организовать противостояние народа с силовыми органами через провокации в данном митинге, усилить недовольство народа. Редактор субтитров А.Семкин В Китае предложено Олегбеку Джекшинкулову. Он заменил на посту Болото Утунбаева, которого выдвинули на должность главы дипмиссии в США. В Китае диппредставительство предложено возглавить Канаим Бактугуловой и послом в Южную Корею отправят первого замминистра иностранных дел Динару Кемелову. Соответствующие указы президент уже подписал. С кандидатами на пост послов в Корее, в США, Россию и Китай члены комитета Чугурка Кенеша по международным делам обороны и безопасности беседовали долго. Интересовали парламентариев многие детали, начиная от знаний языков, заканчивая планами на будущей должности. Наибольший интерес у депутатов вызвала Динара Кемелова. В данное время она является первым заместителем министра иностранных дел. Выдвинута на пост посла Кыргызстана в Корее, который оставался вакантным с ноября прошлого года. Почему Динару Кемелову не рассматривают послом в Японию, а рассматривают в Корею? Не сомневаюсь, что и там она сможет показать хорошие результаты. Но она знает японский язык, есть опыт работы с Японией. Это политическое решение принято со стороны МИД. Я думаю, что в Японию кандидат тоже будет представлен опытный, но позже. Ранее этот пост с октября 2017 по октябрь 2018 занимал Калачпик Султан. Он ушел с должности после скандала в аэропорту Сеула с экзаместителем Минтруда и соцразвития Зуракан Каденовой. После инцидента он сделал несколько громких заявлений. Не только о поведении чиновницы, но заодно сообщил о коррупции в дипломатической миссии. И о том, что МИД Кыргызстана обязывает встречать в аэропорту неофициальные делегации, прибывающие в страну по личным делам. Утверждая кандидатуру на пост посла в Корее, не вспомнить об этом депутаты просто не могли. Один дипломат в свое время сказал, что сотрудники посольства вынуждены встречать и сопровождать жен депутатов и министров. Нам обидно слушать такого. После таких заявлений должно быть расследование достоверности этих заявлений. МИД должен как-то заняться воспитанием послов, прежде чем их отправлять за границу. Если посол решит обнародовать информацию, у него должны быть факты. Так дипломатов депутаты призвали сегодня больше работать над привлечением инвестиций, причем в виде грантов, а не кредитов. Будущему послу в Корее парламентарии напомнили о том, что там активно развивается медицина. И неплохо было бы договориться о возможном оказании нашим пациентам качественной врачебной помощи. С Соединенными Штатами Америки немало документов ожидают подписания. Если сотрудничество с Китаем сейчас находится на неплохом уровне, то в свете последних событий отношение не помешало бы укрепить, подчеркнули нардепы. Власти КНР выделили 8 миллионов долларов на изучение по самонас. В Суар представители этнических кыргызов занимают 8 руководящих должностей. Поэтому, выступая против граждан Китая, мы должны подумать и о кыргызах в КНР. Как бы им не навредить. Отметим, что возглавить дип-миссию в Китае предложено уже во второй раз Ханаим Бактыгуловой. Послом в Поднебесной она была с 2013 по 2017 год. После послом в Китае был назначен Азамат Усенов. В декабре 2018 указом президента Сурумбая Джейнбекова его отправили в отставку. С тех пор должность считалась вакантной. А на пост главы дип-представительства в России предложена кандидатура Олегпека Джекшинкулова, работавшего в разные годы главой МИД и послом в Австрии. Джекшинкулову, как и кандидату на пост посла в США Болото Утунбаеву, депутаты посоветовали создать условия для кыргызстанцев на местах. В США, по данным парламентариев, на прошлых президентских выборах приняли участие всего 153 кыргызстанца. Ну а в России, несмотря на наличие некоторых периференций, именно для наших трудовых мигрантов проблем все равно более чем достаточно. В итоге все четыре кандидатуры профильным комитетом были одобрены единогласно. Эльна Робекпасарова, Ирлан Кемельбеков, НТС. Спасти малышей с такой целью вслед за республиканскими штабами по предотвращению насилия над несовершеннолетними предлагается создать департамент защиты детей. Родные родители, уезжая в миграцию, все чаще оставляют своих детей под присмотром родственников или соседей. И, как показывает последняя практика, можно сказать на произвол судьбы. О некоторых и на верную смерть. Недавний случай в Аше, где двухлетнего мальчика забило до смерти тетя, стал третьей подобной трагедией за последние два месяца. О новом департаменте заявили в правительстве. Необходим он, по словам инициаторов, для того, чтобы специалисты предоставляли конкретную защиту детям, оказавшимся без родителей. И чтобы сотрудники нового ведомства не оказались кабинетными. Известно, что департамент создадут при Министерстве труда и социального развития. Будет ли толк от нового подразделения или это не больше, чем очередное раздувание штата госслужащих. Разбиралась Сабина Тымаскина. Почти 200 тысяч маленьких кыргызстанцев сегодня лишены родительской заботы. Мама и папа, многих из них вынуждены выехали на заработки за рубеж. Другие малыши на попечении знакомых и родственников оказались по иным причинам. Контролировать положение дел детей, чьи родители доверили их жизни чужим людям, государство намерено силами сотрудников специального департамента по защите детей. Правда, для этого его нужно сначала создать. Мы сегодня рассматриваем два пути. То есть, если будет все-таки принято решение о создании, это может быть департамент внутри непосредственно министерства в пределах тех штатных единиц, которые сегодня есть у Министерства труда. Но даже если речь пойдет о том, что необходимо будет увеличивать штатные единицы, чтобы быть представленным по всей стране, я думаю, правительство будет изыскивать возможность. Подобная структура при Министерстве труда и социального развития ранее существовала, однако позже ее упразднили и создали новое управление по защите семьи, детей и социальных выплат. Числятся в штате 16 человек, и по словам заместителя министра труда и социальной защиты, охватить контролем все семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, невозможно физически, не говоря уже о том, чтобы защитить от жестокого обращения каждого маленького жителя страны. Потому воссоздание такого органа на фоне ряда случаев убийства малолетних сегодня крайне необходим. Непосредственно с детьми работают семь человек. Этого очень мало для реализации политики. С самого разработки политики семь человек в управлении это достаточно. Но чтобы его реализовать, действительно нужен такой отдельный госорган, как в виде департамента. Люди, которые будут работать в департаменте, они будут заниматься именно развитием социальных услуг, в защите семьи и детей. Это те, которые работают с детьми малобеспеченных семей, с многодетными семьями, с детьми в конфликте с законом, с детским трудом. Для того, чтобы снизить, а в будущем и вовсе искоронить случаи жестокого обращения с детьми, во всех регионах республики начали усиленно работать штабы по предотвращению насилия над несовершеннолетними. Представители соцзащиты, главы районов, квартальные проводят подворовые обходы и выясняют, сколько детей в районе предоставлено на воспитание родственникам или знакомым, у кого из них имеются проблемы с законом, а кто и вовсе подвергается насилию со стороны неофициальных опекунов. И судя по последней статистике преступлений, совершенных в отношении детей, порой даже близкое родство не гарантирует безопасность проживания ребенка в семье. За прошлый год у нас генеральная прокуратура дала такую статистику, что количество детей именно со стороны своих же родителей растет, со стороны родственников, близких, знакомых в отношении детей. Количество увеличилось до 30%. Когда матери оставляют своих детей, скажем, кому-то на попечение, в обязательном порядке каждая мать должна тоже задуматься и сделать анализ, как человек воспитывает своих детей, насилие применять или нет. Самое главное – алкоголь. Многие, вот мы видим результаты, которые происходили в насилии в отношении ребенка, это было употребление на фоне алкогольных напитков. Сегодня, когда случаи насилия над детьми сильно участились, важно, чтобы общество не оставалось безучастным, говорят специалисты. Если вы услышали, что за стеной все чаще раздаются крики и детский плач, необходимо позвонить по круглосуточному телефону доверия 111. И на правах анонимности заявить об услышанном. То же самое может сделать и сам ребенок, который подвергается насилию и нуждается в защите. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС. Это была вся наиболее заметная информация уходящего дня. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и благодарим вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok